В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 406 инфицированных, 769 пациентов выздоровели, жизни 11 инфицированных спасти не удалось. Об этом сообщает оперативный штаб при Кабинете Министров. Согласно информации, общее количество введенных доз вакцины в стране превысило 1 миллион 890 тысяч, полностью привиты более 823 тысяч граждан. Всего с начала пандемии в мире выявлено около 165 миллионов заразившихся. Согласно информации, ВОЗ больше всего случаев инфицирования за прошедшие сутки зарегистрировано в США, Бразилии, Франции, Турции. Ситуация продолжает оставаться тревожной. В Индии эта страна лидирует по количеству смертей от инфекции. Тем временем в России выявили индийский штамм. Насколько это может быть опасным в следующем сюжете. В России впервые установили случай заражения индийским вариантом коронавируса. Однако тревогу не стоит, утверждают эксперты. Опасности сложившаяся ситуация не представляет. Речь идет о 10 заразившихся той вариации вируса, которая не имеет значимых мутаций. К тому же создатели российских вакцин утверждают, что их препараты эффективны против данных штаммов. Иммунизация населения в этой стране проходит уже почти полгода и темпы достаточно позитивные. Главная тревога связана с контагеназностью штамма, способностью передаваться от одного человека к двум, к трем, четырем, пяти или двадцати. Она прослеживается, например, у британских штаммов. В Индии заразность мутаций может быть связана с социально-демографическим положением. За минувшие сутки медики зарегистрировали около 300 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом в стране. Общее число заразившихся за все время пандемии в Индии превысило 26 миллионов. По данным Минздрава, привывка от коронавирусной инфекции за последние сутки сделали больше миллиона людей. Общее число сделанных в Индии привывок достигло 191 миллиона. Индийская компания Барат Биотек заявила, что увеличит производство своей вакцины от COVID-19 еще на 200 миллионов доз в год. При этом, по словам экспертов, вакцинация не должна ослабляться карантинные ограничения. К примеру, президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о строгих мерах изоляции, которые вступят в силу. Они включают комендантский час, а движение разрешено только неподалеку от дома. Социально-экономическая, образовательная и спортивная деятельность будут приостановлены. По данным Министерства здравоохранения, в Аргентине зарегистрировано около трех миллионов подтверденных случаев заражения. Это худшее время с начала пандемии. У нас больше всего заболевших и больше всего смертей. Мы должны серьезно отнестись к критическому характеру этого времени. Тем временем для жителей Австрии вакцинация станет более доступной. Получить дозу препарата может любой желающий. Аналогичная ситуация и во Франции. С начала пандемии инфекции выявлено более чем у 164,5 миллионов жителей планеты. Свыше трех миллионов заболевших скончались. Согласно информации ВОЗ, больше всего случаев инфицирования за прошедшие сутки зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Франции и Турции. Эмин Ахмедов, CBC.